Хочу сейчас представить вам наших гостей, которые приехали на молодежную конференцию. Оба человека из Европы, но интересная жизнь обоих. Один жил в Америке, приехал в Швейцарию, другой жил в Париже, переехал на юг Франции, в маленький городок. Я хочу, чтобы вы увидели этих двух прекрасных ребят, хотя они женаты, сразу говорю. Женаты, имеют детей. Слава Богу, конечно, слава Богу, что они женаты. И у нас Франсуа, сейчас он пастором, является 4 года небольшой общины на юге Франции. И в 30 минутах от Швейцарии, и Шан, который переехал в Швейцарию, и Бог делает с ним еще много работы. Они приехали на молодежную конференцию, поэтому я хочу, чтобы вы их послушали, и что Бог вообще говорит к нам, действует. Вчера было очень хорошее собрание молодежное, и я был очень вдохновлен, поэтому, молодежь, наше время, правда? Пожалуйста. Спасибо. Hello. Hello. Привет. Шаббат шалом. Шаббат шалом всем. Если вы правильно услышали, то я из Далласа, штат Техас Но сейчас я живу в Цюрихе, Швейцария Кто-нибудь был в Цюрихе до этого? Да, окей Я услышал одну шутку Что? Шутки? Был американец и китаец И они спорили друг с другом И знаете, о чем они спорили? О том, был ли Бог американцем или китайцем И как всякие типичные американцы Бог был американцем, говорил испанник Китайцы утверждали, нет, Бог китаец И они спорили туда-обратно и парировали друг другу Месяцами, годами они спорили друг с другом был Бог американцем или китайцем И вот они умерли в один день И пришли на небеса И они слышат, Господь идет из-за угла, выходит к ним навстречу И американец говорит, вот сейчас он будет говорить на английском И китаец говорит, нет, Бог говорит на китайском А Бог вышел из-за угла И сказал, доброе утро И не знаю, Бог украинец или нет Но то, что я точно знаю, что он любит вас очень сильно Аминь Аминь Вы драгоценны для Господа И его присутствие здесь, на этом месте, сейчас И я кое-что хочу сделать У нас было замечательное время прославления И ваши хороводы были шикарны Я вообще-то немножко позавидовал Потому что было очень здорово И я хочу сейчас взять один такой момент Чтобы мы закрыли глаза И еще один раз сказали Господу, как мы Его любим Мы можем говорить это своими собственными словами Но также у нас есть драгоценный друг Франсуа, который сыграет для нас и споет Франсуа играет в группе Хилсунга И он входил в состав Хилсунга стаффа, офиса в Париже И сейчас он пастырь во Франции Но что замечательное о Франсуа Он знает, как вводить людей в присутствие Божье Поэтому давайте воспользуемся моментом И еще один раз скажем Господу, как велик Он Это Великий Шаббат Мы празднуем Господа, который совершил Пасху И мы празднуем, что Он с нами здесь сегодняшним утром Аминь! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойте как никогда раньше So worship His only name You sing Я спою всей душой Всей душой Прославлю имя Твое Буду ведь как никогда Всей душой Прославлю имя Твое Субтитры создавал DimaTorzok Буду ведь как никогда Всей душой Прославлю имя Твое Блеск the Lord Я спою всей душой Всей душой Прославлю имя Твое Буду ведь как никогда Всей душой Прославлю имя Твое Иисус Мы любим Тебя Иисус Мы любим Тебя Иисус Мы любим Тебя сегодня Господь Мы любим Тебя сегодня Господь Просто давайте еще постоим Прославлю имя Тебя Мы этим утром Начинаем входить в Пасху Кто из вас пришел сегодня Связанный с бременем Кто-то пришел в рабстве Кто-то пришел с финансовыми нуждами Вы пришли с вопросами здоровья Может быть у вас разломанное сердце сегодня утром Но он все еще тот Бог, который освобождает И чудеса Бог производит прямо здесь и сейчас Тот же Бог, который осушил море и дал проход Здесь сегодня, чтобы освободить Тебя Бог любит помогать Своим детям Бог любит обнимать и держать руками Своих детей И сегодня Он вас обнимает И Он говорит, народ Израиля Дети Божьи Евреи и неевреи Я люблю вас Я люблю вас И давайте споем еще раз Один раз Я не знаю, под каким бременем вы сегодня находитесь Но когда Бог говорит к нам Он называет нас Своим стадом, Своими овцами Он не называет нас козлами, ослами Он называет нас овцами И если мы возьмем осла, Он тот, кто несет бремена и тяжести Но овца, она свободна от ношения бремен И Иисус пришел, чтобы освободить вас от всякого бремени От всякого бремени, которое на вас сегодня находится Поэтому сегодняшним утром, Господь Мы благословляем Твое Святое Имя Твое имя превыше всякого имени Это имя, которое ты проговорил Моисею Я тот, кто освобождает тебя И этот Бог здесь и сейчас В этой комнате Мы благословляем тебя, Иисус 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но очень быстро обратимся к Писанию. Если у вас с вами Библии, мы откроем сегодня на трех отрывках. Мы посмотрим исход третью главу, потом исход двенадцатую главу и Иоанна восемнадцатую главу. Итак, исход третья, двенадцатая глава и Иоанна восемнадцатая глава. И сейчас я зачитаю эти тексты. И я буду читать из версии «Дерево жизни», это новый перевод Библии. Но сначала хочу сказать, как замечательно находиться с вами. И праздновать этот Великий Шаббат. И это здорово по очень многим причинам. И когда я разбирался над причинами, почему это здорово сегодня утром, И первое, я задумался, это просто здорово. Потому что в этот Шаббат Традиция говорит Пасхальное служение, оно очень длинное, раввины делают, очень длинным. Правда? Слышали, что раввины делают длинное служение? Церемония за церемонией. Я подумал, это великолепно. И я подумал, что я могу вам дать самое длинное свое служение и проповедь. Я шучу. Годами ранее я был молодежным пастырем. И студенты пришли ко мне. И они сказали, Шон, У нас есть прозвище для тебя. Я подумал, здорово. У меня есть прозвище от моих подростков. Я имею в виду, что у тебя есть прозвище от твоих подростков, то ты просто, ну, ты крутой. И я подумал, какое же прозвище они мне придумали? И я задумался обо всех героях библейских. И я был типичный молодой пастырь. И я так расправил плечики. И говорю, ну, ну скажи, какое же у меня прозвище? И студенты посмотрели на меня. И он сказал, что один студент Я говорю, почему из всего ты выбрал для меня фараон? Потому что ты на длинных служениях не позволяешь уходить своему народу, Божьему народу. So this morning I will let you go. You will? I will. Он отпустит сегодня нас. And I will be short. Я постараюсь быть коротко. Потому что you cannot see where you're sitting. Когда вы сидите, вы не можете видеть. Но у меня здесь спереди два таймера. И третий таймер у меня на телефоне. И на iPad'е таймер. А еще часы на мне. Поэтому надеюсь, что я смогу коротко уложиться. Один молодой парень пришел в церковь. И говорит, как вы можете таким быть хорошим общительным? И Уинстон Черчилль сказал, Я делаю три вещи. Я коротко. Я серьезен. И я ссетен. Я искренне. Я коротко. Я страстен. А потом я сажусь. Я постараюсь так же сделать. Итак, мы входим в празднование Великого Шаббата. Годоль Шаббат. И мы знаем, что есть представление Иисуса в течение всей пасхальной истории. И мы празднуем с вами это. Вчера вечером в доме Валентина и Татьяны мы праздновали Шаббат. Мы разделили ужин вместе. Мы смеялись. Мы рассказывали истории. Мы шутили. Хорошие шутки и не очень были. Не все смешные были. Чистые шутки были. Но мы праздновали Шаббат. И сегодня мы утром празднуем. Потому что Иисус Ишуа наш пасхальный агнец. И когда израильтянам повелели принести в жертву заколоть ягненка, он должен был быть без порока. И Иисус, когда пришел на эту землю, он был без пятная порока. Мы знаем, что пасхальный агнец должен был быть одного года. Это был символ жизни этого агнца. И итог жизни Иисуса, это была его жертва на кресте. Агнец на пасхальном седере, он превращался в ужин. И мы знаем, что Иисус не был нашим ужином. Простите. Агнец должен был быть мужского рода. И мы знаем все, что Ишуа был мужского рода. Простите за путаницу. Она делает невероятный работой. Правда, она делает хорошую работу. Я замечательный переводчик, лучший переводчик в Украине. Я просто перевожу. Как я уже сказал, я живу в Швейцарии. Но я был рожден и вырос в Далласе, в Техасе. И есть шутка в Штатах. Все говорят по-английски в Америке, но кроме техасцев. Потому что у нас вот такой акцент есть. И мы скачем на лошадях. У нас пистолеты. И мы вообще нехорошо по-английски говорим. Поэтому я справляюсь хорошо. Но возвращаясь к пасхальному Агнецу, Агнец не должен иметь сломанную кость. И мы знаем, что у Иисуса не было сломанной кости. И Иисус, Иешуа, он представляет собой этого пасхального Агнеца для нас сегодня утром. И когда я задумался, о чем можно говорить, так о многом можно говорить о Иисусе, в ключе пасхального седра в мессианской общине. И у меня сотни-сотни мыслей посетили мой разум. И я говорю, Господь, а что ж ты хочешь сказать? И я услышал, что Господь говорит, скажи им две вещи. Первое я уже вам сказал. Бог сказал мне, скажи им, что я люблю их. Я по-настоящему имею в виду, что я люблю их. Скажи им, что они десница моего ока. И сегодня утром ты должен узнать, что Бог любит тебя. Если кто-то из вас пришел со сломленным сердцем, и вы задаетесь вопросами о Божьей любви, Бог привел этого Техаса из Швейцарии в Украину, сказать именно тебе, что Бог тебя любит. Он очень любит тебя. И Бог сказал, скажи еще кое-что. Покажи им эту историю в Библии. И Бог показал эти три истории пасхальные. И Бог сказал, начни с исхода третьей главы, где Бог проговорил Моисею. И просмотри эту пасхальную историю. А потом дай им другое местописание. И это то, что мы с вами сегодня сделаем. Итак, исход третья глава говорит нам. И мы стих за стихом будем читать. И перевод Дерева жизни Библии говорит вот как. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Я услышал их вопль. Я услышал их вопль. Он слышит твой вопль. Он слышит именно твой вопль. Бог говорит, что Он не просто видит наши слезы, Он слышит наши слезы, как они текут. И Давид в других местах Писания говорит, ты слышал слезы мои. У нас вопль переводится. Бог слышит, как слезинка скатывается у вас с глаза. Даже если вы безмолвны, Бог слышит ваш вопль сегодня. И в восьмой стих говорит нам, я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Звучит знакомо для вас? Я пришел забрать тебя, вытащить тебя. И девятый стих говорит, И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, бней Исраэль. И Моисей сказал Богу, кто я, чтобы не идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых, бней Исраэль. И Бог сказал, я буду с тобой. И там будет сигнал, что это я, кто вас вывел. Когда вы вывели этих людей из Египта, вы вывели Бога на этой маунте. Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И 13 стих говорит, и сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилю, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. И смотрите, что Бог ответил. Бог говорит к Моисе, «И Бог сказал Моисею, я есть сущий, я есть тот, кто я есть». Скажи сынам Израилю, что я приду избавить их. И он говорит, это мое имя вечное, они будут на всех веках помнить его. Ребята, это очень сильно, потому что это касается и вас сегодняшним утром, и меня самого сегодня утром. Я тот, кто я есть, чтобы освободить тебя. И мы читаем историю. Бог послал 9 9 different plagues on the Egyptians. Бог послал No, no, 10th is the Passover. No, see, I'm working through the narrative. He has 9 plagues that he brings. Бог послал 9 9 plagues по ихним на египтян. These 9 plagues led up to the 10th plague, which was the Passover. И 10-я казнь, она была уже как бы самой Пасхой. And what was amazing about these 9 plagues is this. И знаете, что было удивительно по поводу этих 9-ти казней? 9 different times he gave the Egyptians an opportunity to repent. 9 абсолютно разных раз Бог давал возможность египтянам покаяться. It's just another example of how our God is slow to anger, but quick to love. Это еще один удивительный пример того, как наш Бог он медлен на гнев и скор на помощь. This amazing God is full of grace and full of mercy. Этот великолепный Бог, он полон милости и благодати. That time after time Egyptians kept sinning, but God kept giving them a chance to repent. Египтяне получали раз за разом шанс на покаяние, хотя они не слушались. It amazes me that it took God six days to create the world, but it took him 40 days to destroy it. Many of you come in this room, many of you come here this morning under the weight of a mistake that you've made in the past. but what I want you to see from this little story here, that your God is full of grace this morning, and all you have to do is go to him and say, God forgive me. He loves you. He loves you this morning. He loves you this morning. There was a teacher, who didn't believe God existed. And what he would do is he would put a table in the middle of the room. And he would stand on the table. He would stand on top of the table. And he would say, God, if you're real, strike me from this table. And he would say, God, if you're real, you'll come from this table. Knock me off of this table. And he would stand there for 15 minutes. And he never got knocked off the table. And he never got knocked off the table. And so a writer, a writer for the newspaper in England, he wrote a guy named G.K. Chesterton. And he said, Will you please tell me what's wrong with your God? And G.K. Chesterton wrote back and he said, I am what's wrong. And Chesterton said, I am what's wrong. Because God not knocking the guy off the table, because God not knocking the guy off the table, doesn't show that there isn't a God, but shows how loving he is. Because if any of us were God, we would just bam! We would just bam! We would just knock the guy off the table. We would just knock the guy off the table. But it's not that God we serve. But it's not that God we serve. He's full of grace this morning. He's full of love. He's full of love. And put the blood of the lamb on the doorpost. And put the blood of the lamb on the doorpost. And sometimes we just read through the story and we don't really think about what could have been taken place at the time. And we just иногда прочитываем эту историю, но не задумываемся, как это происходило в те времена. Because what God was telling them was actually something pretty daring. Pretty bold. Pretty bold. To, что он попросил их сделать, это было крайне смело, это вызов. Агнцы, ягнята, это были одни из божеств в Египте. И также это был шаббат, благословение вам, здоровье. И египтяне знали, что во время шаббата евреи не будут иметь дело с овцами, с работой. Но Бог говорит, я повелеваю вам заколоть этого агнца в этот шаббат. Задумайтесь, насколько смелыми и дерзновенными они должны были быть. насколько они должны были довериться в это действие Бога. Это их доказательство, что я верю, кто ты есть. Я искренне верю, что ты высвободишь нас. И я египтяне знают, что в шаббат я должен отдыхать, но я буду работать. Они знали, что египтяне могут прийти и задавать им вопросы, почему они работают. В это время они послушались Бога. Они сказали, мы доверяем тебе. И я, тот удивительный, который выведу их. И бывают времена в нашей жизни, когда нам надо быть такими смелыми и дерзновенными. Что не важно, что мир говорит о вас, вы должны сказать, я доверяю в того, кто он есть, в сущего. Аминь. Доктора могут вам говорить одно, но я верю в диагноз от Господа. И если это то, что Господь скажет сделать, это то, что я сделаю. И чудеса случаются. The great I am saved them. Великий, сущий, он вывел их, он спас их. Бог спас человека через жертву Авраама. Бог спас семью через вот это жертвоприношение пасхального Агнца. И в течение Талмуда мы читаем, как Бог спасает нацию. Но если мы перейдем к Иоанна 18 главе, потому что Бог не просто заинтересован в личности, и Он не заинтересован в спасении только семьи, и Он не заинтересован в спасти одну нацию. Этот Бог возлюбил мир. Аминь. И вот что мы читаем в Иоанна 18 главе. И вот что мы читаем в Иоанна 18 главе. Пасхи. И второй стих. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Иуде, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. И это очень важно, что вы должны увидеть. Потому что во время Песоха Бог совершает такие чудеса, когда египтяне в жутких проблемах находятся. И если нет чудес, которые должны произойти сегодня, тогда у нас у всех проблемы. И в Америке мы много театральных постановок делаем по поводу этой истории. И однажды в одной из постановок я играл солдата. И нас было пятеро. И на нас было такое пластиковое обмундирование. И у нас копья были. И пятеро из нас пришло с Иудой. И Иуда поцеловал Иисуса. А потом мы арестовали Его. И в большинстве случаев мы думали, что вот так и происходит. Но на самом деле там больше было, чем просто это. Была башня в Иерусалиме Антония. Она была построена в эру Хасмонеев. И ее царь Ирод назвал в честь Марка Антония. Она была 25 метров в высоту. И возле башни еще было такое защитное ограждение было. И вот в этой крепости, скажем так, 300 солдат тренировались каждый день. И когда мы читаем третий стих 18 главы Иоанна, греческое слово, которое здесь используется, которое у нас переведено как отряд, подразумевает вот этих всех 300 человек, которые тренировались там. Там не было 5 солдатов пластиковых мундирований. Это около 300 до 600 солдат пришло, чтобы получить Иисус. От 300 до 600 солдат там могло быть. 300 до 600 солдат пришло, чтобы взять детей Израиля. И не просто солдаты, там были офицеры, чины. Это было как шефы полиции, начальства. И написано, что они пришли с светильниками и с оружием. Многие говорят, что когда распятие было, была полнолуния. А тут мы видим эту огромную толпу людей, отряд, который пришел арестовать одного человека. Если это была полнолуния, то света было достаточно, чтобы светить весь путь. И знаете, враг хотел быть удостоверенным, увидеть, что они таки схватят Иисуса. кто-то мог бы спрятаться за ним. И там гора была, и там были надгробия, за которыми могли прятаться люди. Некоторые кревища, которые могли прятаться. Как какие-то... Не знаю. Есть места, чтобы спрятаться. Но они хотели удостовериться, что они схватят этого агнца. И вот идет весь этот отряд. И Бог делает чудо. Так же, как Он это сделал во время Песоха. И четвертый стих читаем. Ишуа, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищите? Вспомните историю исход третья глава. Когда Моисей говорит, вот ты пошлешь меня, а что мне им сказать, кто посылает меня? Бог сказал Моисею, скажи им, я сущий, тот, кто освобождает. И здесь мы читаем Иоанна 18 главу 4 стих. Ишуа другими словами говорит, как вы думаете, кто тот, кто освободит? кто может освободить мир? И он говорит, кто вы ищете? И они ответили, Ишуа из Назарета. И смотрите, что Иисус отвечает в 5 стихе. Я есть тот, кто есть. Я есть. Он говорит, вот он, я. Он не сказал, вот он, я. сказал, я есть. Тот же самое слово, которое Бог сказал Моисею, когда он освободил израильтян, я есть, я сущий, Иисус ответил здесь. Когда Бог приходит высвобождать народ Израиля, И вот Иисус стоит здесь. И Он говорит, я сущий, я есть. И здесь говорится, они отступили назад и пали на землю. Они отступили назад и пали на землю. И греческое слово пали назад пикто. И это не просто, вот мы отступили, шаг назад сделали. Это смелое такое заявление. Потому что, если помните, в исходе 3 главе, Он говорит, я тот сущий, которого они будут помнить из поколения в поколение. Поэтому, когда Иешуа здесь отвечает, я есть, все понимали, что Он произнес. И они пали на землю. И это греческое слово, означающее, когда кто-то падает, как будто он мертв, замертво. Послушайте, что происходит здесь. Эти люди пришли схватить Иисуса. Он спрашивает, кого ищете? Они говорят, Иисуса. И Он говорит, Я есть. И 300 до 600 солдат плюс офисеры плюс random men fell to the ground like dead men. этот отряд от 300 до 600 солдат, все офицеры, все случайные люди, которые там оказались, они все пали на землю. И то, что Он говорил им тогда, Он говорит вам сегодня. Мужчины и женщины, вы ничего мне не сделаете, не можете, но я иду сам отдавать свою жизнь. как пасхальный агнец для всего мира. И это великий шаббат для нас сегодня. Замечательный шаббат для нас. Потому что этот сущий, который в исходе третьем освободил израильтян, тот же сущий, который пошел на крест за тебя и меня, который умер за тебя и меня, и он воскрес из мертвых, и он сейчас в этом зале через свой дух. Поэтому, если вы можете привстать со мной вместе, я хочу задать вам вопрос, что вы принесли в эту комнату? Что вас заботит? Все, что вам нужно, проговорите к сущему. Провозгласите его над своей жизнью. Когда вы говорите, что вы верите в сущего, демоны падают на землю. Когда вы провозглашаете имя Божье, исцеление приходит в наши тела, потому что это в его имени, в его характере. И характер Божий, он тот, кто освобождает, он тот, кто выводит нас свободу, он тот, кто дает нам надежду. Поэтому это названо благой вестью, потому что для каждого в этой комнате есть надежда. И сущий он здесь. Он здесь. И Бог говорит сегодня утром, скажи моему народу, я люблю их. И я пришел освободить Ибо так возлюбил Бог этот мир. Он любит вас. Он любит вас. Евреи и не евреи он любит вас. Он любит вас. Если вам нужно прикосновение от Господа сегодня утром, Франсуа начнет прославлять, петь, ту же песню, которую мы пели до, и я просто прошу выходите вперед. Потому что вместе мы хотим просто помолиться. Мы хотим вознести ваши проблемы Господу. мы хотим провозгласить великого сущего, который может удалить все вещи, которые тянут меня к земле. Бог был милостив к тем 300 или 600 солдатам. Бог был милостив к тем 300 или 600 солдатам. Он позволил им подняться и продолжать жить. Но сегодня мы верим, что исцеление будет в вашем жизни. И что те вещи, которые нас придавливали к земле, они никогда не вернутся. Дух Божий мы нуждаемся в тебе. И мы любим тебя. Как велико имя Твое Господь. Твое имя превыше всех имен. Что перед Твоим именем преклонится всякое колено. И каждый язык будет исповедовать. Что Ишуа Ты тот сущий. Thank you for delivering Israel. Thank you for delivering families. Thank you for delivering people with your blood. And thank you for touching the world. You love the people of Odessa. Jesus Jesus is tell the Lord right there how great he is. Just tell the Lord how great he is. Просто скажите Господу, как Он велик. Скажите Ему, как Он велик. Он любит вас. Я, Тот, кто освобождает вас сегодня. Я, Тот, кто освобождает вас сегодня. Я, Тот, Яхве Ире, Который усмотрен для вас сегодня. Я, Яхова Ниси, Ваше знамя. Я вижу, через все, что вы проходите. И как я видел Израильтян, я вижу вас. Я слышу ваши слезы. Я слышу ваш плач сегодня. И я здесь. Я люблю вас. И я люблю вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кого Мессия освободил воистину свободу И, Боже, мы просим ответы на все наши вопросы Все наши нужды Ты святой, и мы славим, славим, славим Тебя Господь, благодарим Тебя Мы славим имя Твое Ты достоин, 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 достоин Возьмите за руки сейчас Я еще повторюсь Это Шаббат перед Песхой Перед Пасхой Я верю, что Бог ответит на ваши нужды Все, которые есть Может быть, не сразу, не мгновенно А некоторые ответят сразу Но есть надежда в Боге Есть надежда в Том, Кто создал небо и землю Освободил нас и дал нам надежду Пускай в эту наступающую неделю, в этот Песх Господь исполнит все наши нужды Мы соберемся здесь через неделю Но я также вас призываю в пятницу и в субботу вечером Возьмите это время Семейного Песха вместе с нами здесь Об этом говорит Писание Они с семьями собирались и проводили Песх Давайте вместе проведем его Амин И будем благодарны Богу Он говорит Арону Слова, которые мы всегда знаем Числа 6 глава 24 стих Говорит Господь, обращаясь к Моисею Такие простые слова Скажи Арону И сынам его Так благословляйте сынов Израиля Говоря им Я сегодня хочу вам сказать такие слова Которые Бог оставил для нас Как благословение Даже это то благословение, которое Ишуа, Иисус Поднимая свои руки перед Вознесением Он написал, что Он благословил народ Это единственное благословение Которое оставлено у нас в Танахе Благословить тебя, Господь, и сохранить тебя Да призит на тебя Господь светлым лицем своим Помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Так пусть Призывает имя мое на сынов Израилевых Господь говорит И я благословлю их Мы призываем эту молитву на вас А Бог говорит И я благословлю их И въезд на рост сказал Аминь.